Исследование, которое мы провели, это было пилотное исследование, это было первое исследование. И это было первое исследование среди детей. Это очень важно. Почему? Потому что инвалидность детского возраста все возрастает и увеличивается. Количество детей инвалидов становится все больше во всем мире, в том числе в Российской Федерации. Реабилитация таких детей очень сложна и протекает десятилетия. Поэтому необходимо, конечно, какие-то поиск новых путей, поиск новых возможностей для социальной адаптации, реабилитации детей инвалидов, в том числе детским церебральным параличом. И те исследования, которые мы провели, показали эффективность. Та группа детей, которая была отобрана, это дети в возрасте от 13 лет. И клиническая картина заболевания, те данные, которые мы получили, к сожалению, были достаточно удручающими. Многие из этих детей были неоднократно прооперированы. Но патологический двигательный стереотип, который у них сформировался, он так и остался. И эти дети самостоятельно практически не передвигались. И уровень их двигательных возможностей был достаточно низким. Поэтому и степень инвалидизации таких детей, она высокая. И перспектив на дальнейшую реабилитацию практически не было никаких. Те методы реабилитации, которые применялись до настоящего времени, не показали свою малую эффективность. Поэтому, когда мы начали работать с экзоскелетом, мы увидели хорошую положительную динамику. Причем дети были совершенно разные по тяжести заболевания. И это говорит о том, что мы на всех уровнях развития ребенка, двигательное развитие ребенка, мы можем применять эту методику. Дети, которые самостоятельно передвигаются, но плохо передвигаются, они начинают ходить лучше. А те дети, которые до настоящего времени самостоятельно не могли передвигаться, они начинают передвигаться с помощью рядом стоящих людей, которые помогают им передвигаться. У нас идет сопровождение. И те клинические эффекты, которые мы получили, они, конечно, требуют еще дальнейшего научных исследований. Это эффекты тотального расслабления мышечного, когда ребенок получает возможность чувства облегчения после того, как он какое-то время ходит в скелете. Снижение спастичности, увеличение силы мышц. То есть это те клинические эффекты, которые мы не могли раньше добиться нашими стандартными реабилитационными методиками. Конечно, поэтому эта методика является одной из наиболее перспективной в плане того, что мы даем возможность ребенку самостоятельно передвигаться в пространстве и получить какую-то возможность адаптироваться к окружающему миру. И те вопросы о безбарьерной среде, которые сейчас стоят актуально, мы немножко даже даем возможность им передвигаться в любой среде. В том числе и по ступенькам, по экскалаторам. И те психологические эффекты, которые мы получили, они очень важны. Дети были настолько обнадежены, настолько были рады тому, что они могут передвигаться самостоятельно по улице, даже выходить на море и купаться и загорать после экзоскелета. Это, конечно, для нас очень большое значение имеет. Перспективы развития громадные. Мы надеемся, что экзоскелет будет и для более раннего возраста, для 5-6 лет, когда только-только еще начинают формироваться те патологические синдромы, которые требуют дальнейшем хирургического лечения. А мы таким образом попытаемся освободить их от операции. Те данные, которые мы получили в результате исследования, они на данный момент ставят больше вопросов. Почему? Потому что все отметили положительную динамику, все дети отметили снижение общего тонуса мышечного, патологического мышечного тонуса. Но эти эффекты являются временными. Причем длительность этих временных эффектов, она как бы увеличивается. Чем больше ребенок входит в экзоскелете, тем дольше у него период свободы и адаптации к ходьбе. Формируется нормальный, хороший физиологический стереотип ходьбы. Поэтому длительность занятий в экзоскелете, это еще исследования должны проводиться. Но однозначно, точно мы установили, что чем дольше ребенок занимается, по длительности и по количеству занятий, тем выше и более стойкие эффекты мы получаем положительные. Те новые методики, которые развиваются, конечно, они нам позволяют наблюдать этих детей и дома. Поэтому, конечно, эта методика должна применяться и в домашних условиях под контролем специалистов. Поэтому уровни телемедицины, наличие интернета, контроля за движениями этого ребенка, это является очень хорошим подспорьем к дальнейшему развитию ребенка. Формируется нормальный паралич, как заболевание, оно в 60-х годах активно применяется. Все новые методики, которые есть в мире, мы активно используем. Поэтому, конечно, экзоскелет нам необходим, он нужен. И это даст возможность продвинуть детей в дальнейшей социальной адаптации. Дети к нам приезжают ежегодно, это очень важно. Мы наблюдаем десятилетиями за такими детьми. Многие из них уже учатся в институтах, имеют свои семьи, уже родились здоровых детей. И мы видим, что на различных этапах, возрастных этапах, им необходим этот экзоскелет. Клиникоинструментальными результатами исследований, наблюдений за такой группой пациентов, которые являются, конечно, значительной социально значимой проблемой для нашего государства. Ну, прежде всего, я хочу выразить слова благодарности Елене Валентиновне Письменной, Кире Анатольевне Петрушанской, которые все лето провели в Евпатории, в нашем военном клиническом санатории. Мы долго, тяжело занимались с детьми нашими, детским церебральным параличом. Конечно, первые результаты мы, благодаря энтузиазму коллег, мы можем предоставить. 22 пациента у нас было под нашим наблюдением. Конечно, мы можем сейчас говорить пока только о первых клиниках и экспериментальных наблюдений. Средний возраст около 13 лет составил этих детей. Клинические особенности данной группы. У всех больных достаточно был высокий уровень спастичности мышц по ашворту, снижение силы антагониста, ограничение движения в суставах конечностей. GMFS в среднем где-то около от 3 до 4, 34 уровень. Соответственно, уровень инвалидизации всех этих пациентов был достаточно высок. Патологический двигательный стереотип был представлен в основном позой тройного сгибания. Анамнестические данные. Обратите внимание, что регулярная ботулинотерапия проводилась практически у всех детей, которые были взяты в исследование. Хирургическое лечение проводилось ранее в 50%, более чем в 50% случаев. И повторные хирургические вмешательства не меньше, чем у четверти пациентов, которые были нами взяты в группу. Практически все дети в свое время занимались в локомате, и ортезирование проводилось у всех пациентов. Достаточно интересным являются данные ультразвукового исследования мышечного аппарата. Это спастичные мышцы, которые мы исследовали в данной группе. Обратите внимание, что практически у всех детей были выявлены те или иные степени морфологические, структурно-морфологические изменения в мышцах нижних конечностей от грубых, умеренные выраженные явления перерождения до практически полного перерождения мышц нижних конечностей при обладании светлотканной структуры мышечного аппарата и отсутствия характерной исчерченности мышц нижних конечностей. Таким образом, те данные, которые мы изучили благодаря анамнезу, мы поняли, что в данной группе у пациентов к 13 годам формируется грубое нарушение двигательной функции и развитие структурных изменений мышечной ткани, несмотря на проводимые ранее курсы реабилитации, в том числе и хирургические методы. Перед началом курса больные осматривались совместно неврологам и ортопедам. Мы считаем, что это является обязательным, потому что двигательные нарушения достигли такой степени, что без контроля и дальнейшего первичного осмотра и дальнейшего контроля специалистов занятие в экзоскелете невозможным. Курс ходьбы в среднем составлял 7 дней. Это был небольшой курс ходьбы. Длительность ходьбы где-то в пределах 25 минут. Параметры движения подбирались индивидуально в зависимости от нейроортопедического статуса. И каждый сеанс проходило постепенное увеличение длительности ходьбы. Ну, что мы отметили в целом по всей группе? Хотя, конечно, группа была очень разношерстная, очень разнообразная, но все 100% дети отметили, мы назвали это эффектом свободы. Когда ребенок говорил, что ему намного легче становилось ходить, ему намного легче было передвигаться. Данное ощущение, по нашему мнению, скорее всего, связано с нормализацией мышечного тонуса, восстановлением объема активных пассивных движений, а также ходьбой в искусственно созданной модели физиологической нормы. По всей видимости, положительные клинические эффекты связаны с полным переформатированием потоком афферентных и афферентных импульсов, исходящих из суставно-мышечного уровня выполнения движений, снятия функциональных блоков на сегментарном уровне и активизации корково-подкорковых уровней регуляции движения. Длительность эффекта имеет ограничения по времени и постепенно затухает после возвращения ребенка в типичное патологическое состояние. Еще раз подчеркну, что данный эффект наблюдался во всех клинических группах, не зависит от тяжести клинической картины заболевания, степени мышечной спастичности, выраженных контрактур и ранее проведенных лечебных мероприятий, в том числе ботулинотерапии, хирургического метода лечения. По-видимому, этот эффект является универсальной реакцией организма и зависимость длительности данного эффекта от количества длительности процедур еще до конца не определена. Вообще, тут больше пока еще вопросов, на которые нужно искать ответы. Кроме того, все родители детей, которые ранее проходили аналогичные занятия на системе локомод, отметили значительную разницу между моделью пассивных движений в конечности, с уменьшенной нагрузкой через систему подвешивания и уменьшение гравитационного влияния. Выраженных клинических эффектов после курса занятий на локомод, как краткосрочных, так и долгосрочных, по мнению родителей, выявлено не было. По-видимому, модель пассивных движений в системе реабилитации больных с поражением центральной нервной системы, в данном случае детского церебрального паралича, не является эффективной при восстановлении глобальной двигательной активности пациента. Но мы считаем, что система локомоций, пассивных движений, она имеет право на существование и должна занимать четкие показания и противопоказания к ее проведению. Немаловажным следует отметить клинический эффект психоэмоциональной активизации пациентов. Конечно, дети все были достаточно взрослые, подростковые, и они увидели те результаты, которые раньше они не видели ни на одном из реабилитационных комплексов. Ощущение самостоятельного передвижения в пространстве и социальной независимости от автоматических средств и постоянного присутствия сопровождающих, конечно, является очень мощным стимулом к дальнейшей реабилитации ребенка. Все дети выражали желание в дальнейшем проводить реабилитацию. Данные биомеханические, которые мы проводили параллельно с проведением курса занятий. Биомеханика проходила с помощью аппаратно-программного комплекса видеоанализ движений. В рамках данных работ оценивались фотографические различные параметры. Электромиограмму мы проводили с помощью блока регистрации. Применялись методы накожной поверхностной электромиограммы. Поверхностные электроды, которые мы устанавливали в области двигательной точки мышцы. Мы обследовали большие ягодичные, прямые мышцы бедра, полусухожидные, передние большеберцовые, медиальные икроножные мышцы. То есть те мышцы, которые принимают активное участие в формировании патологического, того или иного патологического двигательного стереотипа. В процессе ходьбы мы определяли интегральный показатель, характеризующий интенсивность работы мышц. И оценивали электромиографический профиль каждой мышцы, соответственно, фазам локомоторного цикла. Ну вот слайды, которые были до и после лечения. Мы видим динамику, клиническую динамику электромиографической составляющей двигательной активности. Обращал на себя внимание, что до лечения была увеличена продолжительность двойного шага по сравнению с нормальной, нарушение соотношения фаз опоры и переноса, а также отмечалась трансформация структуры самой фазы опоры. Опора на пятку отсутствует, то есть мы видели квинусные установки. Этот интервал представлен в основном опорой на носок. У длины интервала опоры на стопу носок увеличена длительность фазы двойной опоры. После лечения отмечается тенденция к снижению продолжительности двойного шага, нормализуется соотношение длительности опорной и переносной фазы. Полученные данные мы можем расценивать как положительные изменения. Ну вот электромиографический профиль прямой головки четырехгалового мышца бедра до лечения. Мы видим постоянно высокий уровень биоэлектрической активности мышц в обеих нижних конечностях. После лечения мы видим, что амплитуда пика и время их возникновения приблизились к показателям нормального распределения биоэлектрической активности мышцы. Электромиографический профиль медиальных икроножных мышц до лечения. Точно так же мы видим постоянно высокий уровень биоэлектрической активности мышц в обеих конечностях. После лечения мы видим значительно уменьшение, что характеризуется как расслабление икроножных мышц в фазе ходьбы. Ну вот клинические примеры, которые подтверждают те результаты, которые мы получили в нашем небольшом клиническом наблюдении. Ну вот Савченко Юля, да, мы увидели, что при повторном клиническом оследовании 10 занятий мы провели. У пациента просвеживалось увеличение средней скорости ходьбы, шаг стал более симметричным. Произошло ремоделирование фаз ходьбы. То есть уменьшилась длительность опоры на передний отдел, увеличилось время опоры. Так же мы видим уменьшение спастичности мышц до 2 баллов по ашфорду. Ну по системе GMFS какой-то такой вот скачкообразной динамики не произошло. Ну девочка до экзоскелета, хочу обратить внимание, самостоятельно ходила. Ну естественно походка была совершенно патологической. И вот второй пример. Максюта Ярослав. Тяжелый ребенок с детским церебральным параличом, тетропарез. С достаточно высоким уровнем интеллектуальной недостаточности. Последствия гидроцефального синдрома, оперированное шунтирование было проведено. Ребенок впервые смог передвигаться вот в таком положении, в каком мы сейчас видим. До этого какие-либо возможности передвижения полностью у этого ребенка отсутствовали. Хочу обратить внимание, что Савченко или что Максюта Ярослав, они все неоднократно проходили курсы консервативной реабилитации. В том числе и хирургического лечения, о чем я сказал выше, и ботулинотерапии. Таким образом мы можем говорить, что те наблюдения незначительные, которые мы провели, мы можем говорить о том, что есть позитивные сдвиги в регуляции локомоторных функций, полученные во время лечения. Мы хотим отметить, что не у всех пациентов были получены настолько показательные результаты в процессе лечения. Однако полученные данные подтверждают необходимость проведения более глубоких исследований локомоторных функций больных ДЦП в ходе реабилитации с целью более дифференцированного значения индивидуальных вариантов физиологических обоснованных методов терапии. Ну это вид из нашего офиса, поэтому мы приглашаем всех к нам для проведения клинических исследований в Крыму. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.